Может быть не все это знают, но здесь, во-первых, лежит только что вышедшая в Киеве блистательная книга Александра Кабанова «Исходник». Не в Киеве она вышла, а где она вышла? В Израиле, она вышла в Израиле, да. В неё включены уже военные стихи военного периода, ну надо сказать, что мы все восхищаемся тем, что делает Кабанов в эти дни. Во-вторых, там лежит только что вышедшая в Москве монография Иры Сандомирской, блистательного российского словиста, она профессор в Швеции в университете Сёдернторн. Её две предыдущие книги являются большим научным событием, и это третья её книга, она посвящена очень-очень тонкой искусствоведческой теме, называется «Реставрация». Я большой её поклонник. Наконец, здесь Когана привезли, очень расчётливо привезли, как бы, книжку Томаса Мана, касающуюся войны, Пауля Целана, книжку стихов. Это всё имеет прямое отношение к вине и ответственности, к преодолению последствий нацизма. И там есть ещё совершенно чудесная, тоже недавно вышедшая книга. Это... Вот забыл сейчас. А вот подошёл и Демьян. Всё, внимание, занимайте ваши места, пожалуйста. Валентин, все пришли, все. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу пригласить на нашу дискуссию сюда, за этот стол, четверых человек. Это Станислав Белковский. Это Андрей Мовчан. Это Демьян Кудрясов, который уже тут был. Куда хочешь. И Владимир Ашурков. Пожалуйста. А что ты там уселся? Я назвал его. Я говорю, Демьян уже успел побывать на предыдущей панели, но он, правда, говорил, что он не в своей роли, а в рамках замещения перепута ещё во времени Геннелевского. Я думаю, что можно по-разному представлять людей, сидящих за этим столом, но вот я для себя сказал, что это люди книги, люди, которые порождают тексты. И можно к этим текстам относиться по-разному, можно по-разному интерпретировать способности их людей через тексты формировать какие-то взгляды на будущее. Тем не менее, вот главное, чем они занимаются, они производят какие-то тексты, задавая различные смыслы. Была долгая дискуссия, как вы знаете, наверное, начиная с Тель-Авива, о том, правильно, неправильно проводить сейчас, хорошо это или плохо. И, собственно, все наши дискуссии привели к тому, что, очевидно, проводить нужно и даже необходимо. Просто предметом обсуждения, наверное, должна остановиться уже не сколько сама война, ну или кризис, который разрешён салевым путём, а сколько, как жить после этого с этим, и как сделать так, чтобы кризисы таким образом не появлялись. Как их преодолевать? И в силу того, что форум всё-таки русской культуры, и можно по-разному пытаться искать первоисточники этого кризиса, имея в виду и, собственно, демографию развития человечества как животных. Можно обсуждать прогресс во всех его проявлениях, экономику, технологии и так далее. А можно обсуждать социальные отношения и что произошло с социальными отношениями, если мы, находясь вот в 21 веке, не находим других вариантов разрешения кризисов социальных отношений, как силовые методы. Понятно, что можно долго говорить о кризисе государства национального как формы взаимодействия социумов. Ну, вот, собственно, базовая идея была постараться, понимая, осознавая и глубоко чувствуя кризис, который проистекает сегодня, постараться понять всё же, что можно и что должно делать нам всем с точки зрения цивилизационного проекта, который можно говорить про... Ну, вот, мне Андрей спросил, а для кого? Я говорю, ну, очевидно, для людей, которые чувствуют русскую культуру, понимают русскую культуру, говорят по-русски, ну, или как-то считают себя имеющих отношение к русской культуре. Что нам делать для того, чтобы кризисов таковых не было или риски их были минимальными? Вот, собственно, вот эту рамку я бы предложил обсудить. Я думаю, что каждый из сидящих на панели людей будет иметь возможность выступить, но в основном я хочу дать возможность вам задать вопросы сидящим здесь людям. На этом я, как бы, свою роль считаю выполненным и, начиная со Стаса, хочу предоставить ему слово. Я тебе микрофон прямо отдам свой. Ага, хорошо. Ты знаешь, что за перебивание тостующего введена административная ответственность только что. Спасибо. Все это через модератора, если можно, то есть господин Заванник. Во-вторых, также весьма тонко было отмечено, что мы являемся людьми, которые производят тексты и смыслы. Если вдуматься в это меткое определение, то, в общем, он относится к любому человеку. Помните, подобно тому, как Мольеровский герой всю жизнь говорил прозой, сам того не зная. То есть всякий человек так или иначе производит тексты и смыслы, мы не исключение. Поэтому это еще раз подчеркивает демократичность той дискуссии, которую мы проводим. Здесь нет ничего тайного, ничего сложного, ничего, что не мог бы понять любой представитель нашего биологического вида. Итак, наша полемика называется «Точно», я хочу процитировать по бумажке, чтобы не перепутать, о чем говорить. Она называется «Параллельная Россия, метавселенная и экосистема. Кризис старых иерархий и социально-экономические структуры будущего». Ну, это, естественно, полемика на тему, как нам обустроить Россию. Но мы бы хотели несколько продвинуться вперед в осмыслении своего тезиса, что нам обустроить Россию и дать определение самому понятию «Россия». Поскольку под обустройством России на протяжении предшествующих столетий разговор об этом понималось освоение той ледяной пустыни, которая находится на евразийском Харкленде, 88% территории которой непригодны для жизни. И какая-то трансформация государства на этом пространстве. То есть вот что будет, когда мы придем к власти, чего не будет. И, так сказать, как мы заменим один тип политического устройства на другой. Как нынешние правители понесут наказание за то, что они натворили, и придут к власти новые люди, абсолютно лишенные какой бы то ни было тяготения к злу. И тогда все кардинально изменится. Несмотря на реалистичность всего описанного, можно подвергать сомнению или нет, но именно поэтому хочется переместиться в некую параллельную реальность и пообсуждать, что же мы можем обустроить, если не ту самую Россию, которая сейчас, безусловно, движется, или находится уже в состоянии агонии. И эту агонию, безусловно, усугубили, резко ускорили, катализировали все те решения, которые были приняты политическим руководством России в этом году. Как 24 февраля, так и 21 сентября. Ну, в общем, углубляться в эту тему мы не будем, поскольку у нас не политическое собрание. Сразу уходим в мета-реальность. Для этого я предложил бы использовать термин цивилизация, скорее чем государство, нация или что-либо еще. Потому что в моем представлении цивилизационная принадлежность есть нечто имманентно присущее человеку. Цивилизация, если пытаться дать определение этому термину, в общем, многие мыслители пытались на протяжении столетий, у всех получилось. Если у всех получилось, почему не получится и у меня. Цивилизация – это путь познания. Поскольку с тех пор, как мы знаем, что Увилонскую башню построить невозможно, человечеству не дано какого-то не было единого пути познания как Бога, так и мира. Им сотворенного. И поэтому существует некоторое количество этих путей, в основании которых лежит, во-первых, религия, или, если посмотреть на эту же с другой стороны, система архетипов коллективного бессознательного. В надстройке этой системы архетипов коллективного бессознательного присутствует, разумеется, язык, на котором мы говорим, который сейчас для цели этого собрания мы можем именовать русским языком. И вот в мире есть несколько сот миллионов представителей русской цивилизации. Привязаны ли эти люди к географии, то есть к той Российской Федерации, которая существует сегодня в каких-то непонятных, аморфных, ползущих в разные стороны границах? Нет, разумеется, нет. Территория России всегда была скорее бременем для русской цивилизации, чем достижением. На этой территории, исторически это было во многом обусловлено рискованным земледелием и невозможностью прогнозировать результаты собственного труда, особенно собственного труда в индивидуальном измерении и разрезе, что диктовало, опять же, необходимость коллективных усилий и поэтому обостренное чувство коллективизма со знаком как плюс, так и минус в разные периоды существования этой исторической сущности. В итоге было сформировано государство, смысл, когда существование которого состоит в охране территории. Это корпорация по охране территории. Это ее главный и фактически единственный смысл бытия российского государства в большую часть периодов его существования. Соответственно, человек, который живет на этой территории, он не обязан быть русским человеком, строго говоря, это человек, который готов добровольно подчинить себя государству и полностью участвовать в мероприятиях по охране территории. При этом охрана территории не означает ее развитие, она означает контроль над этой территорией. При этом, опять же, трансформируя наше представление о рискованном земледелии, для того, чтобы увеличить шансы успеха удержать территорию, ее надо перманентно расширять, чем сейчас на конвульсивном этапе своего развития занимается ныне существующая российская государственность. То есть объяснить, зачем Российской Федерации еще какие-то куски сопредельных земель, при том, что уже присоединенные земли в процессе исторического развития находятся в состоянии достаточного запустения. А если они не находятся в состоянии запустения, то именно в тех местах, которые предъявляются в качестве витрины недружественным странам. То есть русский человек в значительной степени идентифицирует себя через восприятие европейца. И там, где это восприятие европейца не имеет значения или теряет смысл, там развитие прекращается полностью, и Россия переходит в состояние полного упадка и деградации. Именно поэтому и нынешняя изоляция большой Европы неизбежно приводит к тому, что витрина будет не нужна, и, соответственно, это все превратилось бы в период длительного упадка, если бы не кардинальный рост всех и всяческих скоростей в нашу эпоху, который не позволяет этому упадку быть длительным. Он будет достаточно резким. Поэтому, если, соответственно, корпорация по охране территории никак не соотносит себя с потребностями тех людей, которые участвуют в ее деятельности, то есть русских людей, назовем их так, неполиткорректно, задача самореализации, обеспечения самореализации этих русских людей перед государством такого типа не стоит. Напротив, человек всегда является сырьем для охраны территории, сколько человеческих жизней, способностей, талантов и возможностей может и должно быть принесено в жертву этой охране территории, столько и будет. Это гекотомбы трупов, как говорил Мандельштам о 30 июне 1818 года. Соответственно, при этом русский человек всегда терзаем колоссальной провинциальности, всего этого же. Отсутствие возможности самоидентификации себя через себя. Он идентифицирует себя через Европу, то есть через узкое достаточно и теплое пространство, о котором он грезит, но которое ему на евразийском Хартленде недоступно, поскольку он прикован к нему самой философии этого государства. А государство уже, в свою очередь, культивирует с молодых ногтей психологическую зависимость от себя, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Человек, которому, русский человек, которому нравится государство, считает его источником всяческих благ и плюсов в собственном бытии и сознании. Человек, которому не нравится русское государство, ровно наоборот считает его источником всех и всяческих минусов и виновником своих неудач. По модулю это одно и то же. Согласитесь. Никто не виноват и никто ничего не заслуживает в этой реальности, кроме государства. В свою очередь, охраняющего территорию. Такого государства-сторожа, у которого есть инструментарий в виде бесчисленного числа русских людей, которых всегда не хватает. Поэтому проблема рождаемости всегда в России стоит очень острой, но она никогда не может быть решена. Потому что в России отсутствует представление о социальном оптимизме, о неподмененном чувстве обреченности. Русский человек потому решает какую-нибудь задачу, что он обречен ее решать, а не потому что он рассчитывает на какие-то позитивные результаты этого решения. Точно так же, как кто-нибудь, не будем говорить кто, помните, хотя это был слоненок, как он в известном классическом произведении, конечно, должен был начать спецоперацию, потому что если бы он ее не начал, то это бы начали против него. То есть он не добивается никаких позитивных результатов, он добивается только негативных результатов, связанных в основном с разрушением чего-нибудь, но в первую очередь самого себя, то есть саморазрушением. При этом этот набор, русский цивилизационный архетип, назовем его так, рискованно, содержит в себе бездну достоинств. В первую очередь, поскольку Россия страна водолея, это достоинство водолея. Во-первых, высокий уровень креатива. Россия никогда не была страной эффективного менеджмента, если использовать это название без кавычек, приданных ему, так сказать, историю этого термина в 90-е годы, 20-го века. Менеджмент в России все-таки должен быть немецким или на худой конец британским. А, так сказать, вот креатив вполне может быть русским, и таких достоинств можно найти еще достаточно много. Сейчас кризисные явления последних лет, которые, безусловно, отражают смену эпох, и лишь в малой степени диктуются субъективными приоритетами тех или иных лидеров, людей, думающих, что они принимают решения, хотя они всего лишь орудия реализации исторического предопределения, породило огромное число людей, сознательно или бессознательно, вольно или невольно, желающих отделиться от этого государства. Вот это отделение, этот сепаратизм, это, безусловно, революционное событие в российской истории, и эта революция завершится безусловным триумфом, когда мы поймем, что мы не хотим никак не обустраивать, не переустраивать государство Российской Федерации. А мы хотим найти ему замену. Этой заменой является то, что мы условно назвали мета-Россия. Вот у организаторов этого мероприятия, у участников этой, не по-бористому слову, панели, есть такой внутренний закрытый документ на эту тему, он еще не готов к публикации, в нем много помарок, есть некоторое количество внутренних противоречий, которые мы, с позволения господина Завадникова, постараемся устранить в ближайшие дни. Но это описание существует, и оно довольно обширно. Что такое мета-Россия? Это сочетание двух вполне понятных на сегодняшний день сущностей. С одной стороны, мета-Вселенной, уже все знают, что такое мета-Вселенная, я сейчас попытаюсь сказать об этом пару слов, не вдаваясь в технологические аспекты, которые, собственно, не относятся к предметам моего видения и моим обязанностям, как участника этой полемики, и экосистема. Для чего, собственно, это мета-Россия? Мета-Россия — это объединение представителей русской цивилизации за пределами государства Российской Федерации, и цель которого — максимальная самореализация каждого из участников. А максимальная самореализация, естественно, возможна в собственных цивилизационных рамках. Нет, разумеется, во втором, третьем, четвертом поколениях наши дети и внуки вполне могут ассимилироваться в других цивилизациях. Этот термин все-таки представляется мне более точным, чем страна. И полностью утратить всякую связь с коллективом, то есть русской цивилизацией. Тем не менее, с частью наших детей и внуков этого не произойдет. И это уже точно не произойдет с нами, как бы мы ни лукавили и не утверждали, что вот вчера мы были русскими, а теперь перестали ими быть. По принципиальным, конъюнктурным или каким бы то ни было еще соображениям. Так не бывает. Мы, так сказать, и кем родились, тем, в общем, к сожалению или к счастью, и помрем. Собственно, попытка демонстративного отвержения самого себя – это тоже вполне русская черта, укладывающаяся в логику саморазрушения человека, потому что вырваться за пределы этого огромного Хартленда с его силой и притяжением, непригодным для жизни, можно в том числе и путем самоотвержения. Но это тяготение к самоотвержению – это тоже очень русская черта, вполне, так сказать, изоморхная нашей же русской провинциальности. Поэтому мы все объективно нуждаемся в объединении, в создании некой структуры, которая оформляла бы представителей этой цивилизации, но избавляла бы от бремени и государства, и истории этого государства, налагающей у нас коллективную ответственность. Это ведь вопрос стоит, в какой мере мы ответственны за все происходящее. Как же от него избавиться? Избавиться от той самой психологической, предметной, материальной зависимости от российского государства во всех его формах и проявлениях. И от бремени прошлого, которая для человека является самой кандальной формой зависимости. Соответственно, я уже сказал, что это метавселенная плюс экосистема. Начнем со второго. Что такое экосистема? Это же никто не знает, да? Метавселенная это уже знают все, поэтому мы сейчас скажем об этом чуть позже. Экосистема – это термин, который возник в прошлом десятилетии. В России он возник применительно к крупным банкам, в первую очередь контролируемым государством Сбербанку, ныне Сберу, который хотел придумать, как назвать рыхлый конгломерат своих активов, не имеющих никакого отношения к банковской сфере, чтобы это в итоге не было банком. Все эти активы давали некий синергетический эффект. И вот еще в 2021 году и в начале 2022 были активные теоретические изыскания. Ну, эта вся история зашла в тупик, потому что никак невозможно было осуществить качественный переход от банка с большим количеством непрофильных активов к какой-то новой сущности, называемой экосистемой. Это было непонятно, чем А отличается от Б. И были сформированы некие представления на теоретическом, по крайней мере, уровне, чем же Б отличается от А, вернее, чем экосистема от банка с непрофильными активами, которых полно. Тем, что это некая новая среда обитания человека. Которая предлагает своим обитателям не товары, услуги или даже информацию, а диагностику и сценарии решения жизненных проблем. Грубо говоря, товар современной системы – это диагностика и решение жизненных проблем. И в этом смысле. Это все, что я сейчас говорю, можно развивать до бесконечности, но для этого не хватит. Разумеется, дорогой модератор. Я только что сказал, что я этого делать не буду. Чтобы избавить вас от этой необходимости. Вы поторопились. Но потом, если кто-то захочет или что-то, мы это разовьем. Да, конечно. Вопросы. Или даже в ответах. Метавселенная считается, что этот термин придумал писатель-фантаст Нил Стивенсон в 1992 году, где он впервые описал метавселенную. Но на самом деле метавселенная – это просто технологический способ оформления всех форм бытия и опыта человека, включая человеческое воображение. То есть, опять же, возвращаясь к началу нашей полемики, как Мольяровский герой всю жизнь говорил прозой, просто он сам этого не знал, пока ему не объяснили. Всякий человек живет в метавселенной с рождения и до смерти. Потому что, когда мы мечтаем о чем-нибудь, воображаем чего-то, чего с нами нет, или кого-то, кого с нами нет. Когда мы вспоминаем ушедших людей и общаемся с ними так, как будто они рядом с нами. Что с каждым из нас бывает, постоянно и систематически. Или воображаем себе некое будущее, которого еще нет, но у нас есть уже вполне внятное представление о том, каким оно должно быть, может быть, или, по крайней мере, каким мы хотели бы увидеть, мы находимся, де-факто, в метавселенной. Кто-то замечтался о чем-нибудь, ты уже в метавселенной. Видишь сон, и реальность этого сна – это элемент твоей метавселенной. Поэтому, в сущности, метавселенная не является никаким новым событием. Это не новое явление в истории человечества. Это просто на определенном уровне технологического развития возможность конвертировать наше воображение, в которое мы не верим, в нечто совершенно предметное и реальное. Входишь в систему, и ты там живешь в настоящем, в прошлом, в будущем, создаешь какие-то сущности, которых нет, но они есть. Потому что все-таки извечный вопрос, предмет полемики Иммануила Канта с Ансельмом Кентерберийским, создателем онтологического доказательства бытия Божия, состоит в том, является ли существование предикатом. Это вам только сейчас скажу, что я говорю, что это сложно, ничего, сейчас я скажу, что это очень просто. То есть является ли существование свойством субъекта. Есть ли кто-нибудь или что-нибудь, чего не существует. Потому что Ансельм Кентерберийский пытался доказать, что Бог есть, потому что если существо, наделенное всеми свойствами, существует вообще в мире, то значит Бог должен быть наделен свойством существования, на что Кант резонно заметил ему, что существует все. Вот существует ли Пегас? Да, безусловно, он существует, поскольку если бы он не существовал, мы не были бы наделены никаким представлением о Пегасе. На этом, кстати, строится теория Черного Лебедя, что если мы никогда не видели Пегаса, это не значит, что мы его никогда и не увидим. Все, что может в принципе случиться, должно случиться. Что-то, так сказать, в негативном пародийном смысле излагает нам закон Мерфи. Все самое плохое, что может случиться, обязательно случится. В общем, все, что мы можем теоретически себе представить, все, что существует в нашем воображении, может быть явлено нам предметно в этом мире. Просто мы не знаем, где и когда. Но мы точно не должны зарекаться от этого. Это тоже имеет самое прямое отношение к метавселенной. Поэтому и так, можно создать на базе современных достижений человечества технологический механизм, который сформировал бы Россию в параллельном измерении. То самое мета-Россия. Фактически это созидание некой новой субъектности, новой сущности, в том числе и нового языка. Потому что, на мой взгляд, на смену русскому языку должен прийти какой-то новый язык, похожий на русский, но устраняющий родовые травмы языка, который долгие годы приспосабливался под обслуживание этого государства на евразийском Харклендсе, этой корпорации по охране территории. У современного русского языка, на мой взгляд, это, естественно, предмет отдельной огромной полемики, я скажу только полтора слова об этом, есть несколько важных проблем. Первое – это избыточность. В русском языке очень много лишних конструкций, в том числе грамматических. И это примат прилагательных над существительными. Прилагательные – главнее в русском языке. Когда это будет наоборот, тогда, собственно, можно сказать, что в русском языке будет обозначена некоторая новая субъектность, которая, собственно, и будет принадлежать обитателям метавселенной. Кроме того, метавселенная на уровне ее теоретической и практической доктрины, ведь там человек находится под своим аватаром, своей цифровой, а не аналоговой версией. А это значит, что он может конструировать себя как угодно, не будучи тотально зависим от собственного прошлого. Вообще важнейшая идея человека, отдает ли он себе в этом отчет или нет, – это самозванство и побег. Поскольку человек чрезвычайно обременен его текущей жизнью, которая всегда так или иначе его не устраивает чем-то, даже если ему кажется, что она его всем устраивает. Вот в самой нарочитой декларации, что у меня все хорошо, задерживается такой бопль о помощи – нет, у меня не все хорошо, как правило. И переход из аналоговой личности в цифровую дает возможность сбросить бремя всего, что тебе мешает в прошлом, и избавить тебя от тирании собственной памяти. Поэтому ты, оказавшись в метавселенной, ты уже на порядок более свободен, чем до интеграции в нее. Но если говорить о совсем практическом уровне постижения всего этого дела и закончить на этом, то, естественно, за пределами Российской Федерации оказались и оказываются миллионы русских людей, которые нуждаются в интеграции и адаптации в свободном мире. И вполне предметное, в смысле, получение документов, легализующих их присутствие, наше присутствие в странах свободного мира, регулирование отношений с банками и всем прочим. И заканчивая вопросами психологическими, потому что вырваться из веков авторитаризма в свободный мир не всегда просто, даже если тебе кажется, что ты абсолютно приуготован к этому всей своей жизнью и творчеством. И практический смысл мета России – это дать, используя все возможности ее членов, всем русским людям стать своими в свободном мире и в метавселенной как в форме конституирования этого свободного мира. При этом последние три фразы я сейчас скажу. Нашей всеобщей проблемой, как минимум на протяжении последних 30 с небольшим лет, является предельная атомизация. Вот этот гиперколлективизм, который был особенно закреплен в нашем сознании и бытии в советское время, дал обратную реакцию еще в конце 80-х, когда вдруг стало ясно, что индивидуальное выживание – это единственная продуктивная стратегия, а все коллективные проекты, как правило, вредны и содержат в себе элемент обмана их участника. В интересах небольшой группы этих участников. Потом, при нынешней российской государственности, углубление и усиление атомизации были сознательно-последовательной государственной линией. Поскольку ясно, что упредить любые формы сопротивления государству очень легко именно в атомизированном обществе, где кто бы и чем ни был недоволен объединиться ради борьбы за что-нибудь или даже против чего-нибудь, никто не будет. На каком-то мелком участке и отрезке – да, но не в большом масштабе. Поэтому для того, чтобы русские люди использовали переход количества в качество и суммировали все свои возможности во имя общего результата, эту атомизацию надо преодолеть. И концепция Мета-Россия содержит в себе эту важную задачу, которую нам всем предстоит решить на новом концептуальном и технологическом уровне. Большое спасибо. Прекрасно. Спасибо Станиславу. Я не буду ничего говорить. Я бы тогда... Возвращаю микрофон. ...А Андрею, а я громко говорю. Поэтому можно микрофон не передавать. Я думаю, что он работает. Микрофон отстал. Работает. Хорошо. Работает. Спасибо большое. Я только, если можно, начну с самозванства немножко. Все-таки про меня, как про всех, здесь такая коллективная ответственность. Видимо, про меня было сказано, что я тоже порождаю смыслы. Я по своей профессии порождаю деньги, а не смыслы. И... Потребляется смыслом. Ну, для кого как, да? Вот. И в этом смысле... В общем, кто что порождает, тот тема должен поделиться. Да, окей. Хорошая идея. Но я все-таки рассчитывал, что меня попросят отыграть на чужом поле сейчас. Породить что-то смысловое. Я в этом смысле скорее выступлю, наверное, сейчас в виде чашки холодной воды после кофе, да, чтобы освободить для Демьяна Кудрявцева пространство вашего вкуса. Вот. А вообще, я считаю, что здесь должны сидеть не мы, здесь должен сидеть Пелевин, конечно. О таких вещах именно он говорит очень хорошо. И очень иррационально, я бы сказал. Вот. Но я при этом действительно являюсь человеком книги по национальности. Поэтому, когда я слушал, так сказать, оратора и читал документ, который секретно распространен среди посвященных сейчас, мне показалось, что я читаю что-то среднее между Ветхим Заветом, уставом Ордена Иллюминатов и книгой о Гарри Поттере. И там есть все элементы этих трех великих вещей. Единственная проблема в том, что иллюминаты просуществовали сколько-то, по-моему, 11 лет. Да, Гарри, Хогвартс не существовал никогда. Да, и поэтому для того, чтобы разбирать этот кейс, есть только один вариант. Да, вернуться назад на 2500 лет и попытаться понять, как была создана первая метавселенная. Да, так сказать, русские пострадают вторичностью, к сожалению. Да, и в данном случае это тоже не первый экземпляр. Первая метавселенная, это все-таки метавселенная Галута, которая создавалась за 500 лет до Галута, примерно. Да, даже не за что я говорю, за 600 лет до Галута. Ездрине ими и зарававелем, как, так сказать, некоторое пространство еврейского народа в целом. Пространство еврейского народа вне рамок территории. Хотя парадоксально, внутри как раз внутри рамок территории оно и создавалось в тот момент, когда им это позволили. Я думаю, что если мы хотим, да, вот если хотел бы подчеркнуть, потому что я вообще совершенно не уверен, что кто-то хочет того, чтобы где-то существовало такое внепространственное пространство русских, русскоязычных, русской культуры, вот этого. Я думаю, что иранцы имеют на это не меньше прав, и корейцы, и на Цуахиле могло бы такое пространство создаваться. Но вот почему-то нет, да, это тоже такая странная имперскость, наверное, в этом проявляется, русского человека. Но если мы хотим, да, то вот хороший образец, да, хороший пример. Если быстро посмотреть, а что, собственно, использовали евреи для создания этого пространства, да, здесь все очень просто, да, нужно сформулировать постулат особенностей. Чем мы отличаемся так, что у нас не получится не отличаться, да, там кашрут, например, это один из глубоких, глубоко проработанных элементов отличия. Да, мы не можем есть в доме чужеземца, мы не можем есть мясное с молочным, свинину только по субботам, и, значит, это очень мощный рычаг, да, для русских нужно придумать что-то похожее, я не знаю, да, там, мужчины, русские мужчины не могут ходить в мужские туалеты, например, да, как-то нужно это сделать для того, чтобы куда-то продвигаться. Или принципиально не ходят, да. Вот, значит, что еще нужно? Чем мы лучше? Да, без этого тоже никуда не деться, но с этим у русских все в порядке, да, здесь все проще. Наш Пушкин более Пушкин, чем их Шиллер. Но это тогда надо развивать, это надо довести до еврейского предела, да, каждая русская женщина должна в свободное время перечислять великих русских. Чем нам полезно быть нами? Да, у евреев есть очень четкое представление корпоративности, вот это, мне кажется, очень важной центральной, центральная точка этой будущей условной метавселенной, да, как бы мы ее ни называли. Это, чтобы русскому быть с русскими было не вредно, как сейчас, а полезно. Потому что евреи это простроили в свое время, они до сих пор так работают. Мне Рубен Варданян, мой там старый коллега и друг, жаловался, что вот армяне были бы евреями, если бы армяне помогали друг другу, они мешали, в отличие от евреев. Русские, они даже не мешают, там хуже все. Вот, поэтому это нужно очень сильно менять. И, наконец, должна быть великая цель. У евреев есть великая цель, да, там, Новый Иерусалим, Армагеддон, после, значит, победов специальной армагеддонной операции, новый мир, в котором все евреи и так далее. У христиан есть великая цель, у мусульман есть великая цель, все наднациональные образования имеют великую цель. Какая великая цель у русской метавселенной? Здесь абсолютно выпадает вопрос, да. И вот если вот это все построить, то мне кажется, что следующее, что важно понять, да, что мы, уж если это делать, надо избежать так называемой криптоперверзии. Когда появились криптовалюты на свете, то, ну, сперва их называли, так сказать, спасением человечества, всемирной валютой, заменой доллару, там, освобождением от грехов, вторым пришествием и так далее. А потом возникли попытки перевести все в крипто. И люди приходили и говорили, мы сделаем на крипто, там, не знаю, элеватор. У нас будет криптоэлеватор. Зачем, если есть просто элеваторы? Ну как, это же крипто будет элеватор, да? Вот мне кажется, что здесь надо избежать этой перверзии. Абсолютно не важно, как будут реализованы механизмы. Важно, какие механизмы реализовывать. На бумажке мы, вот, вот, я как раз у Володи хочу потом спросить, что у него за электронный блокнот, по-моему. Очень удобная вещь, у меня такого нет. Вот в электронных блокнотах мы можем записать эту метавселенную, присвоить порядковый номер каждому русскому, там, выдать ему паспорт метавселенной и заставить его прописываться потом. Пожалуйста, да, там, а потом военкоматы свои создадим. Но совершенно неважно будет это мета, не мета, крипто, веб-3, веб-82, да, NFT. Более того, чем проще это будет, тем лучше. Вот у евреев какие механизмы самоорганизации? Какой механизм сидит во мне? Какой веб-5-0, что я точно знаю, что я еврей, даже когда меня били по роже за это в армию? Да, ну вот, какой веб-3-0 может заставить человека, чтобы его били по роже за то, что он русский? Для меня это большой вопрос. Вот, поэтому действительно, мне кажется, документ до конца не готов. Документ надо продумывать, Пелевина надо точно привлечь к обсуждению. И на этом, если я можно, передам слово Демьяну. Вот он обещал слово, а не микрофон. И вообще все у них через голову. Вот смотрите, да. Значит, вот смотрите, да, единственный человек с израильским, еврей с израильским гражданством будет говорить сейчас, что нужно делать русским практически. Вот не говоря уже о том, что есть финансист, политехнолог, лидер политической партии. И только меня поэта занимает, как жить завтра. Вот как бы это какая-то перевернутость, она во всем присутствует. На самом деле, я совершенно согласен с ребятами в каких-то отдельных моментах. И не согласен во всем остальном, как и полагается. Значит, с Астазом я согласен в вещи, которые он оставил за кадром, из которых он исходит. Что культура или цивилизация, или принадлежность к обществе, это форма существования человечества, необходимая для того, чтобы были опробованы разные пути. Это как мутации внутри человеческого вида. Мы необходимы, потому что неизвестно, какой путь окажется наиболее эффективным. В диапазоне сотен тысяч лет мы не знаем, кто, какая цивилизация сможет родить того ученого, который спасет нас от неизбежной гибели Земли, Солнечной системы и так далее. И для того, чтобы дать этому много вариантов, мы должны быть разными. Мы не должны быть одинаковыми. Я вообще большой не сторонник как бы общности. Но общности, если смотреть на них вот с неба, что человечество состоит из общности, это как бы способ существовать по-разному. И этим надо дорожить. У этого есть цена. Сегодня эту цену платим мы, сегодня эту цену в гораздо большем страхе платит Украина. Это цена за то, что мы другие. И это ошибки, потому что никакая мутация не способна существовать без ошибок. На самом деле, вот все это хвастовство тяжелое моих друзей, партнеров, про то, что Россия распалась без крови, Советский Союз и так далее. Это все главная проблема русскости, ее сиюминутность. Мы смотрим на все сегодня. Нам нужно прекрасное завтра сегодня. Вот даже я говорю, я хочу знать, как жить завтра. На самом деле, в историческом процессе это все очень короткие, как бы смешные промежутки. Что значит мы распались без крови? Вот она кровь, с которой распадается Советский Союз. Вот она сегодня. Это процессы, они в каком-то смысле естественны, как бы мы ни хотели их. Да, неестественным, как евреи вам говорю, но обязательным фактором является чудо, если бы этого не произошло. Вот где-то есть чудо, этого не произошло. Чехи со словаками развелись без крови. Это чудо. А югославы и русские разводятся с кровью. И это, как бы, такая штука, да, ее надо пережить. Не все и сотни тысяч людей ее не переживут в физическом смысле. Но это цена, которую мы платим, и они платят за то, что мы пытаемся понять, кто мы такие. И эмиграция это цена, с моей точки зрения, прекрасная. Такая цена, которую ты платишь, а тебе еще от этого какой-то опыт и так далее. Невозможно жить ни за что не заплатив. Вот так и образуется, как бы, вот эта вот оседлость бессмысленная, которая не способна сегодня, в 21 веке, считать, когда человек вообще не знает, что происходит за него. Поэтому вопрос для меня стоит в том, как с наименьшими потерями сохранить, развить и тем самым видоизменить ту цивилизационную, как бы, сущность, в которой завтра может быть Россия. И тут важно понять, что сохранять. Вот Стас говорил, что он не дорожит просторами нашей Родины. Я скажу гораздо более, ну, как бы, я не дорожу, и с Ходорковским всегда про это спорю. Я не дорожу просторами, я не дорожу единством нашей Родины. Да, отсутствие политической нации в стране, которая пытается остаться общностью, это опасная вещь. Должно быть наоборот. Люди должны быть разные, а политическая нация должна быть одна. Но если с нами этого не случилось, давайте не загонять себя во что-то. Если цивилизации должны быть разные, то пусть и у русской цивилизации будут разные. Пять государств, значит пять. Захотят эти пять объединиться вокруг последующего богатства, объединяться. Никто не сказал, что есть какой-то тотем, какой-то важный статут, который мы должны защитить. И единство России не такой статут. Даже если в процессе его сначала распада, а потом объединения, будет опять цена, которую придется заплатить. Разделенные семьи, жертвы и так далее. Но, понимаете, это как огромный, не знаю, муравейник, в котором есть по-разному живущие особи, выполняющие разные функции. Не в смысле кто-то Элоэ, а кто-то Нерлоки, а в смысле вот вода течет отсюда или огонь здесь, сейчас вот мы бросаемся туда, а мы бросаемся, не знаю, за пищей и так далее. Все люди разные, и время, в которое они попадают, и функционал их разный. Но это не значит, что у них нет какого-то или не может быть какого-то единого подхода. Не единого подхода, даже о каких-то ценностях, которые едины и над этим. Пушкин — это не ценность. Простите меня, это смешно звучит в устах поэта. Но Пушкин — это лейба, это формулировка, это какая-то упаковка этих ценностей. Не Пушкин ценен сам по себе, а то, что чувство доброго он верит. Понимаете, вот это ценность. И поэтому вопрос, какие прагматические ценности у нас, как у потенциального завтрашнего сообщества, могут быть. И методы, и, соответственно, действия, какие из этого должны исходить. Я знаю таких три, потому что, во-первых, как всякому еврею мне нравится заигрывание с соседскими культами. А во-вторых, потому что в России есть традиция трех ценностей. И, собственно говоря, все они сегодня Владимиром Владимировичем используются. Великодержавие, православие и народность. Значит, ну вот я бы, собственно говоря, их бы все и отменил. И создал бы свои ценности на основе, как бы, отторжения от этих. Очень хочется, во-первых, отменить самодержавие любого типа. И вообще отменить любое само. Как бы Россия будущего, с моей точки зрения, это Россия институтов. Никаких само, только институций. Роль человека в метавселенной, фиговселенной, в сегодняшней криптореальности может быть сведена к волеизъявлению внутри некоторых технологий. И неважно, это способ, суть его состоит в следующем. Любой подход может быть нарушен любым человеком, потому что человек несовершенен. Нет никакого святого или прекрасного человека, сидит он на троне или в тюрьме, которому я готов был бы доверить наше завтра. И мне кажется, что мы должны перестать этого ждать, на это надеяться. Да, мы должны создать инструменты, институции, которые тем будут более нас защищать, чем более они будут разделены. То есть опять мы возвращаемся к тому, что на самом деле главное, над чем мы должны работать, это разъединение. Разъединение для того, чтобы мы балансировали друг друга. Для того, чтобы никто завтра не мог ничего узурпировать. Как говорил Владимир Ильич Ленин, высочайший практик на самом деле политической борьбы, прежде чем окончательно объединиться, надо сначала решительно размежеваться. И, так сказать, это не означает ругаться в Фейсбуке. Просто мы припутали, что там дальше следует. Это означает, что каждый должен защищать свою какую-то поляну баланса, не давая и возражая другому делать глупости. Итого, атомизация и институциализация. Второе, это просвещение. Собственно говоря, основная проблема людей, которые идут сегодня в военкоматы, это их чудовищная непросвещенность. Вина за этим лежит не на них, разумеется. Это сознательный отказ от просвещения, которое государство ради удержания своей власти делало много лет. И, собственно говоря, и в Российской империи тому есть много системных примеров. В Советском Союзе был на это практически построен, несмотря на всеобщее низкое и среднее образование. Ну и вот, казалось бы, свободная Россия должна, наконец, этим начать. Но, прикрываясь лозунгом о эффективности и коммерческости всех процессов, она просвещением не занималась, потому что просвещением заниматься невыгодно. По телеку должны показываться программы, которые приносят рейтинги, а не те, которые делают людей сложнее. Как бы забота о простоте – это антипросвещенческая деятельность. Забота о прямолинейности, забота о доступности. Все то, что провоцировала наша власть в последнее время, и мы сами, пытаясь завоевать какие-то, хотя бы какую-то группу поддержки, давайте говорить с ними на их языке. Вот когда это слышу, начинаю прямо совсем сходить с ума. В общем, просвещение – это вторая наша триадная. Видимо, она вместо православия, наверное. Вот, да. Значит, вместо православия будет просвещение. Вот. Ну, и третье, конечно, это кооперативность. Собственно говоря, в каком-то смысле об этом говорил Андрей. Но я считаю, что эти примеры шире, конечно, и корейцы составляют надкорейскую сущность, и НРА, и Non-Resident Indian, как бы, рулят силиконовой долиной именно потому, что помнят все время о своих, о необходимости проникновения культуры, взаимопомощи и так далее. И китайские общины во всем мире, и практически все, кто пытался сохраниться и выжить, не в эмиграции, а в период модернизации своей Motherland, не важно, происходило ли это внутри или происходило это вовне, это, как бы, люди, которые посвятили себя кооперации, люди, которые посвятили себя взаимопомощи, взаимообогащению, потому что ресурс сегодня измеряется в финансах и в деньгах, и если вы хотите, чтобы вам давали визы, станьте богатыми, как саудиты, да, и вам будут давать визы. Иранцам визы дают, да, это очень важно. Вот сирийцам нет, а иранцам дают после шаха. И мощнейшие английские, как бы, корпоративные, такие подспудные, невидимые нам связи, построенные иранцами, убежавшими от шаха, потому что они помогают друг другу. То есть у них там нет других вещей, которые я сказал, там, институциализации и так далее, но у них, безусловно, есть корпоративная помощь. Она позволит разбогатеть, она позволит диверсифицировать богатство и снять напряжение в обществе, неважно, в части его общества, да, вот между нами или там и так далее. И, безусловно, возвращаясь к тому, о чем говорил Стас, для всего этого сегодня есть масса технологических инструментов, но они как следствие, да, они не как цель, а как следствие, просто помогать друг другу, да, одним щелчком мы узнаем, что происходит, не знаю, там, в Зюзино, в Тель-Авиве, здесь или там в Америке и так далее. Письма идут все быстрее и быстрее, быстрее, чем мы в состоянии на них ответить. И вот на основе этого можно действительно что-то создать. К сожалению, против всего этого есть, конечно, ограничения. Закрытые каналы для массового просвещения, да, инструментарий сегодня слаб, как бы против корпоративности работает, ну, как бы багаж прошлого, от которого я, как и Стас, предлагаем отказаться, да, и память. Сегодня читаю большое размышление Коха о том, почему люди идут в военкомат, и не могу. И одна мысль у меня, где же ты, сука, был, когда ты НТВ ломал? Вот, и это, конечно, неправильный подход, безусловно, и мне его тоже можно предъявить. Поэтому, как бы, вот надо отказаться от этого себе. В общем, к сожалению, просвещение первично, потому что хотя бы себя можно начать просвещать. Ну, и потом дальше между собой корпоративаться и вместе институциализироваться. Вот такую бы я хотел видеть общность. А будет у нее одна страна, пять стран. Вот давайте, ведь на самом деле, и великая английская культура, единственная такая вот, как бы, охватывающая всю землю, да, английская цивилизация, англосаксонская цивилизация. Вина очень многих мировых конфликтов и так далее, но любимая мной. Никто же не сказал, что мы любим только красавиц. Мы любим кого попало. И вот эта вот, вот эта вот великая английская культура, она же имеет несколько стран. В смысле, много. Они же различны между собой, да. Почему, собственно говоря, только мы должны жить в, как бы, неоспоримом таком концлагере, который весь из себя имеет одну границу и одну колючую проволоку. Нет, не должны. Вот такое, мне кажется. И спасибо вам за это. Мы будем ответить тщательно вопрос. И вот еще Володя. Володя. Вся эта панель – это как бы результат некой бумаги, которую вы не видели, а мы все читали, которая называется «Мета-Россия». Поэтому есть как бы сложность между пониманием того, что мы знаем про эту концепцию, и вы. «Я человек простой», меня пугают слова типа «Хартленд» и «Мета-Вселенная». Для меня «Мета-Россия», мне кажется, мы можем пользоваться этим термином, это некое виртуальное сообщество людей, которые чувствуют свою общность, какую-то идентичность с Россией, для которых человек является центром, а государство – вторично. И проблемы, которые у таких людей встают, они большие, и цели объединения таких людей стоят. Это и вопросы их защиты. Многие из них в этом году поменяли место жительства. Это вопросы взаимодействия их с теми местами, где они оказались. Это и вопросы продвижения этой идеологии в России. Понятно, сейчас это сложно, но наверняка в России политическая ситуация будет меняться. Как нам сделать так, что Россия на следующем этапе своего развития будет больше соответствовать идеалу «человек в центре», а государство для него? И мне кажется, несмотря на то, что уместно ли сейчас вообще говорить о таких теоретических концепциях, когда рвутся бомбы, когда мир стоит на грани катастрофы, мне кажется, как раз сейчас нужно думать на будущее. И то, что это сообщество будет виртуальным, это функция не только того, что в России авторитаризм. Вполне возможно, что даже если в России сейчас была бы демократия, концепция «человек на первом месте» не была бы доминирующей в России. Так что те люди, для которых она важна, мне кажется, в любом случае должны сначала как-то объединяться виртуально. Итак, мета в России – это некое такое сетевое государство. Почему оно будет чем-то большим, чем просто, не знаю, фейсбук-группа, которых есть тысячи, или политическая партия, или НКО, которых тоже есть большое количество. Мне кажется, как бы комбинация современных социальных и технологических инноваций, она, возможно, приведет к тому, что появится вот такое сообщество, которое будет чем-то большим. Один из примеров, который сегодня уже упоминался, это биткоины, криптовалюты. 12 лет назад ничего такого не было, появилась просто концепция, и сейчас это огромная экосистема, в которую включены десятки, если не сотни тысяч людей по всему миру, и если мерить это в деньгах, то это сотни миллиардов долларов. Появляются новые организационные структуры, дао, децентрализованные автономные организации, которые могут стать организационной основой для вот такого вот виртуального сообщества. Это сообщество не всегда будет виртуальным, если оно получится. Оно, наверное, может как-то прорасти и в физическую реальность, сначала за счет каких-то комьюнити хаузов, каких-то отдельных островков, а потом вполне возможно, что появится какой-то реальный кусок земли, который будет управляться по вот таким вот правилам этого сообщества. Есть очень много вопросов, связанных с созданием Мета-России. Откуда возьмется легитимность вообще вот этого идея, этого проекта? Если мы говорим, что цель Мета-России как сообщество, которое объединяет миллионы людей, которое играет заметную роль в жизни русскоязычного в целом мира, а сейчас это как бы его нет. Это только слова в неком документе на компьютере Стаса. Откуда может появиться эта легитимность? Есть несколько моделей. В чем легитимность биткоина? Это анонимная штука. Была вброшена некая технологическая идея. И опять же из нуля, из этого ядра она развелась в огромную экосистему. Можно ли создать такие правила, как для биткоина, для Мета-России, которые можно просто бросить в общественное пространство, и по этим правилам она сама обрастет мясом и привлечет миллиону людей? Мне кажется, это вряд ли возможно. И скорее всего, легитимность будет строиться на тех людях, которые запустят ядро вот этого виртуального сообщества. Мы пока не знаем, кто те титаны, которые смогут запустить такую штуку, но я думаю, что это вполне возможно. Вопросы управления. Государство традиционно управляется по принципу один человек, один голос. Но создание виртуальной Мета-России с нуля потребует много ресурсов. Мы вряд ли сможем создать, привлечь много ресурсов, когда у каждого человека один голос. В мире денег и ресурсов есть структуры, которые подходят для организации каких-то проектов. Это компании. Но там, кто больше вложил, и обладает большим голосом в том, как это все управляется. В общем, вопросов много, и, скорее всего, Мета-Россия, она появится в виде какой-то бумаги, в виде какого-то документа и начнет потихоньку обрастать сторонниками и скелетами. Но она будет в любом случае проходить этапы эволюции и развиваться. Если мы говорим о языке дао, то, возможно, это будет некая зонтичная структура, которая управляется по принципам государства, с голосованием, с конституцией, которая видоизменяется. И под ней, как под зонтиком, создаются быстрые дао, которые, допустим, собирают деньги на какой-то конкретный проект и управляются по… Ты уже начал проектировать. Остановись. Как? Я человек практический. Таким образом, Мета-Россия – это стартап. Есть уже несколько инициатив, которые в этом направлении развиваются. Есть «Страна лайф». Это проект Владимира Яковлева, который говорит примерно о том же. Я знаю еще несколько инициатив непубличных. Так что я уверен, что Мета-Россия уже где-то зародилась, хотя мы о ней, возможно, еще не знаем. Но и скоро мы о ней услышим. Спасибо всем выступившим. У меня вопрос, как мы организовываем вопросы? Нет, микрофоны у нас… Можно снять? В зал как-то есть возможность? Или громко задаются? Или я повторяю вопрос? Нет, микрофоны у нас есть вопросы. Давай, если по-другому я даю, что это будет уходить на задание. Окей. Тогда давайте так. Мы подоздаем вопросы. Когда вопросы иссякнут или не иссякнут, я постараюсь всех остановить. Я просто хочу потом дать возможность всем сидящим на панели немножко резюмировать свои выступления плюс с учетом ваших вопросов. Хорошо? Все, спасибо, корректно вопросы. Марат. Заберешь? Стой. Да, было как бы очень действительно интересно. Но мне кажется, обсуждать, как это будет устроено бессмысленно, то есть мы не знаем, потому что это может так устроено, так. А главное это обсуждать, насколько это вообще получится или не получится. Да или нет. И, соответственно, наш, да, мой, как бы, ну, инвестиция, даже если себя в этот проект, она зависит от того, насколько я считаю, вообще будет или нет. Для меня это зависит от двух вещей. Первое. Все-таки считаем ли мы, что мы когда-нибудь вернемся в Россию, условно говоря, да, тоже как евреи, да, в следующем году в Иерусалиме, вот, потому что тогда это как-то скрепляет. И второе – это как мы наших детей, потому что вот мы-то, в общем, можно сказать, что мы уже за. То есть для нас это очевидно. Мы можем выучить любые языки, черногорские и так далее, и так далее, но в культурном смысле мы себя можем реализовать только в русскоязычном пространстве. Но если это метавселенная, если это надолго, каким образом мы будем детей… У тебя кому-то вопрос или сочетение? Ну, я так понимаю, что к Стасу, скорее всего… Тогда вопрос. Да. Вопросов два. Считаем ли мы, что мы все-таки вернемся в Россию? Второе – как мы наших детей туда сделаем гражданами этой метавселенной русской? Спасибо. Мы, собственно, возвращаемся в Россию по факту создания этой метавселенной. Она и есть Россия. Потому что происходит растождествление, важнейший ее смысл. Во-первых, в чем цель метавселенной? Поскольку этот вопрос здесь звучал, я хочу одной фразой это сформулировать. Цель – это обеспечение возможности самореализации русского человека в свободном мире. Соответственно, в тот момент, когда эта возможность возникает, ты уже вернулся в Россию, пусть и в формате метавселенной. Происходит растождествление русской цивилизации, и вот в государственном евразийском Хартленде замечу, что в слове «Хартленд» ничего страшного нет. Это официальный термин, очень старый. И как всякие англо-изы, англо-саксонский термин, он звучит для русского уха более авторитетно, чем чисто русский. И что касается наших детей, то это выбор наших детей. Каждый человек делает выбор для себя. Кто-то из наших детей ассимилируется, это уже обсуждалось, мне кажется, в других цивилизациях. В скобках культурах мы сейчас не будем долго рассуждать, чем цивилизация отличается от культуры, предмет большого круглого стола. Кто-то остается русским. Тот, кто остается русским, тот возвращается в Россию вместе с нами. А если говорить о географическом возвращении, то потом когда-нибудь эта метавселенная может слиться с тем пространством, которое существует в тех или иных формах, но на своих условиях. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Как-то у нас не получилось микрофона в зале. Учтем на завтрашние круглые столы. Вот у меня к Демьяну вопрос. Вот принципы, которые вы изложили, система институтов размежевания, кооперация, просвещение, особенно первое, это, в общем-то, американская модель. Это их принципы, американского общества. Вопрос, а в чем русскость заключается? Потому что во время вашей речи вы много раз характеристику дали, например, евреи. Я как еврей, да, говорю. А в чем русский? Ведь не просто так у нас, у Российской империи, у нас постулаты самодержавия и православия народности. Это же не просто так. Не просто же можно заменить одно слово, слово самодержавие, а сейчас будем на просвещение заменим или на систему институтов. Как было хорошо. Но нет. То есть, как в вашем понимании, в чем характеристика русского сознания, есть ли она, и как эту замену произвести? Спасибо. Ну, как провести эту замену? Как все. Начиная с огорода, да. Значит, есть два метода, и я сторонник обоих. Я сначала отвечаю на вторую часть вопроса, так будет проще. Значит, и оба имеют огромную традицию внутри разных стран, включая Россию. Значит, одна традиция, это традиция заимствования. Вместе с носителями этого заимствования немецкая слобода, Рюрик, Китай-город и все остальное. Значит, когда я говорю о кооперации, я, конечно, имею в виду не кооперацию только между собой. Не в смысле будем давать друг другу взаймы, а японцам давать не будем. Наоборот, будем давать японцам, они гораздо быстрее вернут. И всем остальным тоже. То есть, кооперативность, это имеется в виду открытость вот этих маленьких структур, новых структур, новых начал, которым когда-то был Санкт-Петербург, как новая столица. Открытость всему. Заимствуя практики, заимствуя носителей этих практик, приглашая, ангажируя их и так далее. Лучший период прогресса на наших глазах, произошедший, как бы в тех, лучший, но недостаточный. То есть, есть достаточные и необходимые условия, как мы помним. Вот мы сейчас говорим о необходимых условиях. Достаточно – это другой вопрос. Так вот, например, необходимые условия в Грузии возникли, когда они стали заимствовать, тотально заимствовать практики. Как бы лучшие прецеденты эстонского вот этого распределенного правительства возникли тогда, когда они стали заимствовать практики. То же самое, лучшие моменты российской истории – это моменты ее тотальной открытости мировым достижениям, которые были немецкими, англосаксонскими, там, разными, включая татарское или татаро-монгольское. Сейчас репатриация происходит как раз вот в данный момент. Короче говоря, заимствование – это первое. Второй метод – это эволюция, выращивание. Вот тут маленькое, что-то маленькое давайте сделаем пристойно. Давайте вот начнем с чего-то небольшого, каждый того, что он умеет. Вот не надо нюту ни ругать, ни хвалить за то, как она в Государственной Думе. Надо посмотреть, что она сделала с палеотивом. Надо посмотреть, что Чулпан сделала с гуманитарной помощью. Надо посмотреть, какую-то маленькую практику в Новосибирске сделали ребята, которые отказались уезжать и развили вот этот стартап-хаб, который там есть. Давайте начнем с чего-нибудь. Есть прекрасная история про Панюшкина, я ее часто рассказываю, как он абсолютно бедный в девяносто первом году, разоренный, встречает богатого, такая пелевенская абсолютная история, встречает своего богатого однокурсника, идет к нему выпивать, и там при наливании чая его этот богатый однокурсник берет пенку с чашки и вмазывает в лысину. Ну, а потом в конце концов они набухиваются и Панюшкина спрашивает, скажи мне, а как ты разбогател? Он говорит, а ты помнишь я чай, вот? Он говорит, ну не хочешь говорить, не надо, но обижать, зачем и так далее. Он говорит, нет, не понимаешь. Смотри, я правда тебе говорю, вот я каждый день беру чай и вмазываю его как бы в лысину, и ты тоже делай что-нибудь каждый день. вот как бы такой есть еще способ, да, так сказать, заимствование и эволюция, выращивание чего-нибудь настойчивого, и это обязательно получится. А что в этой ситуации русского? Не знаю. Я не знаю и не ценю это очень сильно, да, как бы русского в этой ситуации, русский язык, русского в этой ситуации, та гордость, которая возникнет, что на этом варварском дичайшем пространстве, уничтожавшем друг друга тысячу лет, появится что-то приличное, что вот это, вот она национальная гордость великоросса, ты входишь в американский банк, а там все не трясутся и не как бы не кланяются и не прогоняют тебя, а говорят, русский, садись, вот, понимаете, как бы не знаю, что в этом русского, потому что мы русским определяем сегодняшнее, вот то мы, когда говорим русский, мы пытаемся описать то, что мы знаем, а я хочу, Яковлев не слышит, нового русского, да, я хочу того русского, которого мы сегодня не знаем, и вот я вам хочу сказать, что если возникнет когда-нибудь общество, или пять обществ, или восемь обществ, которые будут просвещенные, институциализированные и кооперативные, и все будут говорить, ну это только русские, как бы, вот, собственно говоря, вот это, я, а если они при этом, у них произойдет трансформация языка, если у них будет кофе среднего рода, или еще что-нибудь такое, мне плевать, если честно. Можно я хотя бы меня не спрашиваю? Я обычно говорю, когда меня не спрашивают, я попробую объяснить, на самом деле, то, чего Демьян не знает, потому что я, как экономист, это должен знать. Что такое, вообще говоря, русский Хартланд? Это не земля, с точки зрения социальных отношений, это ресурс. Когда-то, там, в свое время, в классическом феодализме, земля была ресурсом настолько, насколько она рождала урожай. Да, и это совпадение случайно, земля не обязана быть ресурсом. Что случилось с Российской империей в реальности? Да, вот можно прочитать много томов про русскую революцию, а можно сказать одной фразой. На рынке зерна появились конкуренты более мощные. Было разрушено очередное ресурсное проклятие Российской империи, да, и Россия была не в состоянии себя поддерживать, после этого же Аргентина и Канада морозостойчивые сорта, дешевая транспортировка, удобрения и так далее. Для того, чтобы вы могли вообще успешно существовать, вы должны обладать неким ресурсом и иметь возможность его конкурентно развивать. Страны иногда не имеют ресурс и умирают, несмотря на то, что имеют ресурс, потому что они теряют конкурентность развития в какой-то момент, а потом приходит сильный конкурент. Да, значит, что произошло в 2017 году? Произошла замена на человеческий ресурс. Большевики произвели эффективную замену на использование человеческого ресурса на этой территории методом эксплуатации рабского труда. Вернулись к некой модели, ресурсной системы, методом эксплуатации рабского труда. Это очень успешно было проделано. Но дальше пришел к власти Хрущев, который совершил фатальную, возможно, может быть, все развалилось бы и без этого, но в том курсе истории, которую мы знаем, совершил фатальную ошибку, попытавшись заменить ресурс рабского труда на ресурс полезных ископаемых. Вы наверняка слышали про великие проекты тюменской нефти, газопроводов, кукуруза, и так далее. Это все попытка найти новый ресурс. Хрущев был неплохим человеком, наверное, в глубине души. Он попытался сделать хорошо, а сделал, как всегда. Потому что ресурс в виде полезных ископаемых он плох тем, что он очень волатильен с точки зрения спроса. И Советский Союз умер на первом же повороте спроса. Большой. Дальше демократическая система, основанная на интеллекте, как на ресурсе, попыталась развиться, начала проходить свою детскую фазу интеллекта воровства. Потому что ребенок не может создавать новое, он может украсть старое. Первое, что должно было происходить на этапе развития интеллекта, как ресурса, это все должны были покрасить друг у друга, распределить, и потом решить, что можно жить институционально. Так было в Европе в свое время, так было в разных местах. Так рождались институты в том числе. Потому что то, что ты украл, надо как-то защитить дальше. Причем ты крадешь уже не ресурс, ты крадешь другие возможности. И опять пришли полезные ископаемые. Они пришли и прогнали всех, кто крал, и всех, кто создавал интеллектуальный ресурс. Страна опять превратилась в большой склад, который надо охранять. И дело здесь, конечно, не в территории. Дальше это власть, которая является главными сторожами, главными пользователями. Им надо каким-то образом оправдывать то, что они главные сторожа. Начали появляться агрессивные идеи и так далее. Это все уже надстройка, не базис. Базис это ресурс. Что происходит дальше сейчас? Дальше сейчас многомиллионная страна русских за границей не обладает никаким ресурсом в виде территории полезных ископаемых или рабского труда. И они вынуждены конкурировать в условиях жесткой интеллектуальной конкуренции. Из этого по-хорошему может родиться большая заготовка для того, о чем говорит Демьян. Русская культура приобретает то, что необходимо для современной цивилизации за границей. А цивилизация Хартланда, я прошу прощения, что я использую чужую терминологию, цивилизация русского ресурса внутри России ограничена во времени. Через 20-25 лет никакого минерального ресурса не будет, а все остальные ресурсные возможности России сейчас уничтожены полномерно. Поскольку сохранение других ресурсов было бы опасно для сохранения существующей власти. Поэтому в какой-то момент России придется перерождаться в новую структуру, она может остаться там, Зимбабве, потому что потеряв ресурс, страна не обязана перерождаться. Если у нее нет конкуренции, а 6 тысяч ядерных боевых головок обеспечивают возможность не конкурировать, то она может оставаться Зимбабве сколько угодно долго, ничего нового не порождая. но в этот момент вокруг этой страны по границам окажется там 10 или 5 или я не знаю сколько миллионов людей, которые готовы привнести все это внутрь территории, внутрь того государства. Смогут ли они инфильтрироваться обратно, я не знаю. Когда рухнул Советский Союз, эта инфильтрация была легкой и успешной. Если будет то же самое в следующий момент, то через 25 лет условных или 15 возникнет массовая инфильтрация обратно новой русской культуры современной цивилизации, если она будет построена корпоративно и будет функционировать вне России, она придет в Россию и за неимением ресурса останется там доминирующей. Вот такая мечта и фантазия. Да, еще вопросы пожалуйста. Можно вопрос задать не про метавселенную а про Путина? Как часть? А, его нет? Ну, потому что нет. Я от многих экспертов, в том числе от здесь присутствующих, слышу долго, что империя развалится, режим падет скоро, с Путиным что-то случится, то есть там табакерку ударят, он болен. Сейчас вот идея о том, что солдаты будут стрелять присоединяться к ВСУ, пойдут освобождать Белгород, а потом Москву. Значит, и вот я эти разговоры подобные больше 20 лет слышу, то есть там много было оппозиционных организаций, комитет 2008, значит, комитет национального спасения, координационный совет оппозиции, вот ФБК. И у меня такой вопрос технически, как это может произойти, что его не будет? То есть этот вопрос ко всем ко всем ко всем ко всем я думаю, что ваше предположение произошло, чтобы он был лечен. Если это возможно, у нас тоже открываются интересные вещи. Я понимаю, просто я думаю, что он умрет не скоро, а на своем посту и своей смерти. Если вы что-то другое думаете, хотелось бы ваше мнение суть. Ну, на самом деле, я готов предоставить, но все-таки а, кому вопрос была ссылка, вы говорили, в том числе сидящие здесь. Вот что-то про это по поводу. Я не знаю, кто из сидящих на панели это говорил. на моей памяти этого и нет. Станислав, представитель Навального, два, ну, по поводу вас нет, не говорили, да, два человека говорили. Я нисколько не смываю, что, я нисколько не смываю, в том, что когда погаснет солнце, через 8 секунд Путина не будет, поскольку через 8 секунд земля узнает о том, что солнце больше не горит. Тут-то мы придем к власти. Спасибо большое за вопрос. В принципе, весь проект Мета-Россия связан с тем, что мы не должны обращать на Путина внимание. Наконец, мы должны оказаться в среде, где Вадим Ильич Путин, если имеет какое-то значение, то только как фактор, стимулирующий активных и мыслящих россиян, не побоюсь этого слова, примыкать к нам. Спасибо. Есть еще вопросы? Андрей Бежо, бывший психиатр. Я хотел сказать, что вы имперцы. Вы такие типичные, абсолютные имперцы. Это первое. Второе, значит, я хотел сказать... Это не вопрос. Мне ясно. Почему вы не допускаете вы говорите практически про русский мир? Ну, рассыпется все. Быть якутское государство, например, прекрасное, с алмазами и так далее, там куча всего. Чукотка с рыбой. Это вопрос? Что там останется? Куда приедут интеллектуалы, которые уехали, в какую страну они приедут? В какую страну они приедут? Это пока вопрос. Пока вопрос. Конечно. А потом я... Женя, микрофон, а ты отвечаешь. Нет, вообще нет одного микрофона. На, на, на. Спасибо. Ну, вот смотрите, есть вот этот вот нарратив. Мне кажется, это тоже нарратив имперский, на самом деле. Про ой-ой-ой развалится. Потому что это... Ну, это некоторое просто отрицание империи, которое тоже является разговором об империи. А вот Евросоюз, например, собрался, да, и там, не знаю, румыны просят милостыню в Париже без визы. Или наоборот, будет через некоторое время, когда электроэнергия кончится во Франции. Вот. Поэтому мне кажется, что как раз так-то вопрос не стоит. Ну, на что-то развалится. А потом опять соберется, потому что экономически выгодно очень, на самом деле, собраться. Да, соберется в других границах как-нибудь. Якутия присоединится к Австралии, а Латвия к России, например, да, потому что экономически выгодно. Я думаю, что думать вообще надо не про границы. У нас, вот этих 15 миллионов, так сказать, всадников процветания и, и, так сказать, вестников счастья можно разместить на территории одного района Москвы и перенаселения не будет. Не важно, в каких границах все это будет. Ты просто выходил, Андрей. Я говорил, что разговор о приказанной не только предполагает, как сказал Стас, отказ от представления о ней в сегодняшней территории, но с моей точки зрения как бы вполне допускает отказ от представления о ней как единым целым. Есть 2, 3, 5 стран, говорящих по-французски и вполне развивающих франкофонную культуру, получающих Нобелевские премии за пределами Парижа. Есть порядка 40 стран, развивающихся англосаксонскую культуру. Нет никакой человек важнее границ. Человек важнее как бы всего, его благосостояние, его развитие, его самореализация важнее паспортов, которые он носит. Я тут рассказывал, как бы, да, мы же в каком-то смысле, ну почему надо искать все впереди, можно искать сзади, да, то, что не получилось, не значит, что это не получится. Мы советские люди, мы же знали, что когда-нибудь границ не будет. Мы же знали, что когда-нибудь в мире без России и Латвии мы будем жить в едином черноморгском общежитии. но, как бы, если мы не можем этого сделать все, то почему надо в отдельно взятой стране обязательно строить социализм, да, может быть, мы в отдельно взятых каких-то участках, как, не знаю, ну вот, мы ехали сюда на машине и слушали, как Ильф Петров посещал русскую общину в Сан-Франциско, которая к тому моменту там уже много десятков лет жила. Понимаете, тут очень важно в каком-то смысле еврейский опыт, не в том смысле, что его можно в прямую перенести, да, у человечества все было, в том числе нации без земли, в том числе нации с многими разными землями. Все это было, и я не призываю к тому, что мы должны обязательно что-то решить. Это проблема же не в том, где мы живем или как называется то, что мы живем. Проблема в том, на каких принципах она устроена. И Россия сегодня на самом деле я поддержу то, что говорил Андрей, но как бы с обратным знаком, да, понимаете, дело не в том, что через 25 лет ресурс закончится. Дело в том, что как бы его надстройка породила такой как бы механизм сегодня, при котором еще 25 лет наличия этого ресурса его уже не спасают, потому что я не сказал не удерживают, они спасают, да, потому что есть, как бы, мы вообще должны, я скажу вам сейчас неприятную вещь, но зачем сюда приезжать, чтобы говорить приятные вещи, да, как бы на самом деле власть Путина, в отличие от того, что вам говорили остальные участники, могла продолжаться вечно и передаться тоже могла, все говорят, что это умрет, на самом деле нет, институты передачи авторитарной власти сильно разработаны, особенно в Латинской Америке, но есть еще пара мест, как бы, потому что болото очень легко наследуемая вещь, понимаете, единственное, что нельзя делать болоту, ему нельзя мобилизовываться, я имею в виду не только армейскую мобилизацию, но и любую другую, да, как бы, оно, в момент, когда оно пытается собраться, вдруг из болота встать стеллой, в этот момент все и разрушается, поэтому в каком-то смысле мы присутствуем сейчас при историческом, не ждите это завтра, через пять месяцев и так далее, но в каком-то в историческом смысле мы присутствуем при ускорении всех процессов, и они начали их своими руками, как бы, в попытке мобилизации вместо попытки модернизации, да, у нас путаются эти вещи, так сказать, и я считаю, что если модернизация победит и приведет к другим формам, то нам не придется, точнее, ну как, Гиркины, там есть кому придется, но нам не придется жалеть о том, что вот граница проходила до кушки, а теперь она проходит там с 17 километрами выше, это ерунда. Спасибо. Еще вопросы? Можно вопрос? Мой вопрос, собственно, следует более или менее тому, что... Микрофон. Микрофон, пожалуйста. Так слышно? Он как бы примерно следует тому же, что говорил Андрей, потому что я все время сижу и все время думаю, что неправильные вопросы задают, как устроить, каким образом, какая технология, а вопрос, зачем? Зачем нам нужна русская метавселенная? Я вот совершенно этого не понимаю. По моим наблюдениям, я живу в эмиграции по 45 лет, по моим наблюдениям, все, о чем вы говорите, это дело одного поколения. Никакие ваши дети и внуки, им это будет абсолютно неинтересно и не нужно. Поэтому речь просто идет о том, как выжить вот нашему поколению, так нам пришлось, вот мы, у нас русская культура, и как нам жить в диаспоре. Есть ли дело действительно проводить аналогии с... Оттверждение или будет вопрос? Нет, вопрос, да. Зачем это все нужно? Кому-то вопрос. Кто-то хочет, Стас, тебе? Я могу. Да, я думаю, что вот Валентин ответит. Ответ на этот вопрос звучал в выступлении всех ораторов сегодня. Я даже формулировал конкретно цель. Но, понимаете, это обсуждалось в ходе. Да, что, конечно, часть симулируется, часть нет. Что большие потоки людей порождены прямо сегодня. Что, безусловно, это является конвульсией. Но, понимаете, позиция скептиков всегда верна. Вам ничего нельзя возразить. Я очень рад, что человек, который так настроен к этому, активно принимает участие в обсуждении русской метавселенной. Теперь Валентин. Ну, сначала хотелось узнать. Вопросы еще есть? Ну, вот. Нет, нет, нет. Нет, смысл очень простой. На самом деле, тут нет никакого спора. Действительно, как бы будущее наших детей предопределено, будущее детей в Белгороде тоже предопределено. И вопрос только в том, что делать нам, вот нашему поколению. Но если все предопределено, зачем нам что-либо делать? Вот тогда, понимаете, ведь на самом деле все упирается все равно в самореализацию. Цель этой самореализации для многих из нас очень проста. Сделать так, чтобы это будущее не было предопределено в том плохом смысле, в котором оно предопределено, Чтобы оно было предоставлено как свобода. Какие-то дети выберут знать канадский язык. А какие-то дети выберут другое. Вопрос же очень простой. Вот сегодня создалась ситуация, при которой из-под огня выведено 15 миллионов человек физически, чем-то объединенных, имеющих ресурс не физический, а финансовый, которые как-то хотят прожить свою жизнь. Мы говорим им, ребят, есть простой интересная задача, просто задача интересная. Сделать так, чтобы эта проблема снова не встала. Чтобы остальные 135 миллионов людей тоже бы что-то получили. Вам же все равно нечего делать, грубо говоря, извините. Но с экзистенциальной точки зрения вам же делать нечего. Мы желание-то выживание, что-то зарабатываем, возделываем свою маленькую это самое. Но мы в безопасности. Какие структуры, институты, способы, книги, картины мы можем сделать для того, чтобы это не повторилось через 100 лет нахрен снова, как оно повторяется каждые 40. Вот для чего все это делается. Это полигонная площадка, которая должна отработать некоторые инструменты, технологии, типы дискуссий, отработать и отбросить некоторые идеи, которые важны. Для того, чтобы когда общество, назовем его метрополией, как бы, видимо, в очередной раз, и теперь быстрее, чем казалось раньше, придет в фазу поиска способа существования, мы могли бы ему этот способ предложить. Просто как выжившие. Это такая, извините, как был такой термин в свое время, зарубежные латыши. Когда железный занавес упал, выяснилось, что есть миллион латышей с деньгами и навыком жизни в коммерческой стране, которые могут вернуться в страну. Как бы, к сожалению, вернулись не все, или, может быть, к счастью для некоторых. Но, в общем, неважно. Вот это простая задача. Она очень простая. Она еще прекрасная тем, как говорит Стас, что можно и с ней не заниматься. То есть, как бы, любой, кто в нее не верит, может не принимать участие. Она, наконец, в отличие от Российской Федерации, мы не вводим никаких обязательных действий. Я опять хочу в своем репертуаре. Вообще, любой социально-политический проект, это же бизнес по продаже идеи. Немногие генерируют идею, продают многим. На этом там зарабатывают эти немногие что-то. И чем этот проект демократичнее, тем большее количество людей зарабатывают на этом. Вот Демьян уже в процессе этого бизнеса сейчас был. Он уже продавал идеи. Поэтому не надо спрашивать, зачем нам эта метавселенная. Как только появятся те, кто на этом может много заработать, появятся идеи, которые будут многим проданы. И они их купят и заплатят так или иначе. Включая, включая что угодно. Люди могут зарабатывать, что хотят. Главное, чтобы им это было нужно. Но любое предприятие, почти любое предприятие, в конечном итоге, как оказывается, имеет ценность для всех людей, для человечества. Потому что оно производит некий вылью, который покупает, и тем самым оно обогащает все пространство через редистрибуцию этого выль. И эта мета-Россия вполне может быть ровно таким же предприятием. Один из выхлопов этой редистрибуции в элью, я о нем сказал, когда в России в очередной раз встанет вопрос, а кушать что, то наработки этого предприятия, которые за идеей последуют, можно привнести внутрь и позволить этот гэп пройти. А то, что по дороге, конечно, будет очень много выгоды у примазавшихся, и, как обычно, поучаствовавших, да, и так далее, это бесспорно. И все трудности будут состоять на этапе создания ровно в том, что каждый ищущий выгоду может видеть ее в разных местах. Так же, как было с Координационным Советом Оппозиции, например, когда его хотели все, но для себя. И вот Володе нечего рассказывать, он хорошо знает, как это было. Володя как раз добавить хочет. Ну, Координационный Совет Оппозиции, это как раз и был один из тех опытов, которые люди получили в строительстве каких-то новых структур, которых у них не было. Которых у них не было, это то, о чем говорил Демьян, и это один из таких кирпичиков эволюции общественного сознания в России. Я хотел бы, как резюме, сказать, что в принципе человечество сейчас проходит через такой этап, когда меняется понятие государства, оно становится уже непривязанным к территории. Это процесс не российский, это процесс мировой. Как, я опять приведу пример биткоина, появилась валюта. Раньше все деньги печатали различные государства. Теперь появилась валюта, которая печатается ни из ниоткуда, ее печатают сами пользователи. Это некая технологическая социальная инновация. Появятся государства, которые объединяют людей не на основе того, что они жители какой-то территории и обрадают каким-то гражданством, кусочком бумаги, картона. А они обменяются по интересам и сами для себя создают правила. Я надеюсь, у меня нет сомнений, что Мета-Россия, как бы мы такой термин приняли, появится как такое объединение. Это не просто будут абстрактные русскоязычные люди, которые живут по всему миру. Это будет структура сетевая, корпоративная, какая мы еще не знаем, но это будет некая организация. Я думаю, что она будет децентрализована, это не будет никакой империи. И сейчас можно только какие-то гипотезы строить. Она получит какую-то роль в политической жизни России, когда она подомнет под себя Россию, когда у той кончатся ресурсы и так далее. Кроме того, я думаю, что в этой мере-то России будут не только люди, которые живут за пределами ее границ сейчас, а там будет, конечно, много, а может быть и большинство тех россиян, которые живут внутри. В общем, эти процессы все идут, независимо от того, как мы к ним относимся сейчас. Спасибо. Да, я хотел давать, что, безусловно, то, о чем мы говорим, отражает глобальные тренды, как правильно заметил Владимир. И в первую очередь смена эпох, когда на смену многим иерархическим структурам идут сетевые. И в этом смысле легитимность этого проекта не может строиться на титанах. Она может строиться только на технологии, да прозрачные и равные для всех. То есть это не проект имени каких-то людей. Здесь я бы поспорил с Владимиром. А, безусловно, это очень важно отметить еще раз, что это распространяется не на тех, кто покинул Россию физически, но на тех, кто в ней находится в очень значительной степени. И одна из целей этого проекта объединительная – снять все противоречия между абсолютно надуманной на сегодняшний день, но декларируемой в публичном пространстве, между теми, кто релацировался, и теми, кто нет. Спасибо. Я хотел от вашего имени, наверное, поблагодарить всех сидящих здесь на, собственно, на панели и предложивших пообсуждать в моей точке зрения, наверное, ну, самую любопытную тему, которую осмысленно обсуждать, что же делать дальше. Со своей точки зрения попробую тоже, ну вот, буквально две минуты вставить свои, там, три копейки. Мне кажется, ну, окей, мне кажется, что мы находимся, правда, у нас совпадает объективно и субъективно. Действительно идет процесс, большой глобальный кризис национального государства и оценки степени работы представительной демократии. И явно государство, форма управления обществами через национальное государство будет быстро претерпевать изменения. Стас говорил, а что, собственно, русских-то выделяет сегодня? И сам уже сказал, что, очевидно, есть некоторая способность к креативу. Стоп, стоп, стоп. Я вот на этом хочу, и это я возвращаю Андрею. Собственно говоря, мы можем, люди, которые создать уникальный новый цивилизационный проект, можем создать креативную нацию вообще без государства. Вернется она на ту территорию, будет там пять государств, 25, не имеет значения. Есть гигантский интеллектуальный потенциал, который может быть направлен по правилам имени Дюмьяна и, собственно говоря, Андрея на развитие мира. И это, собственно, гигантский бизнес. И я не понимаю, почему, имея такую предпосылку и возможность, не постараться это сделать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.